Бытие 1 глава В прошлый раз мы 24 стих, с 24 по 28 разбирали. И сказал Бог, да произведет земля душу живую, породу ее, скотов и гадов и зверей земных породу, и стало так. И сказал Бог, 25 стих, и создал Бог зверей земных, породу их, и скот породу его, и всех гадов земных породу их, и увидел Бог, что это хорошо. И сказал Бог, сотворим человека по образу нашему, по подобию нашему, и довладычествуют они над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над скотом, и над сею землею, и над всеми гадами, присмыкающимися по земле. И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию сотворил его, мужчину и женщину, сотворил их, и благословил их Бог. И сказал им Бог, плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею, и владычествуйте над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над всяким животным, присмыкающимся по земле. Ну вот если прям совсем быстро, какие у нас тут воспоминания? Ну мы разобрали, кто такие морские рыбы, да? Это не те большие рыбы, которые были вначале, да? Вот. То есть там вначале были указаны большие рыбы, а здесь рыбами морскими. То есть здесь вот то, что наполняет вот наши моря, океаны. И вот поэтому Бог сказал человеку, и владычествуют они, то есть человеки, над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над скотом, и над сею землею, и над всеми гадами, присмыкающимися по земле. Вот, и над всею землею. Моря же они на земле, то есть значит над всем, да? Сотворил Бог человека по образу своему, и образу Божию сотворил его мужчину, и женщину сотворил их. И вот мы разбирали это тоже, да? Что образ, это значит как тень, да? То есть образ изображения. То есть вот образ Бога, прям вот как тень, ну, прям похожий, прям, да, образ. Вот, и мы знаем, что мы этот образ потеряли, да? Осталось только подобие. Вот по подобию нашему это вот облик, форма, вот только это осталось, форма. А подобие, ой, а образ был потерян в Эдемском саду. И поэтому пришел на нас драгоценный Иисус Христос Спаситель, и сейчас Он возвращает нам образ Божий. Приводит нас в тот образ, как изначально запланировал Бог. И благословил их Бог. То есть выше мы знаем, что Господь и всех по роду сотворил, и скот, и гадов, да? По роду, по сорту, да? Вот. И сказал Бог вот выше, да произведет земля душу живую, по роду ее, скотов и гадов, и зверей земных, по роду их. И стало так. Это в 24 стихе. Мы тут разбирали, кто такие гады, всех гадов земных, по роду их, скот. Мы убедились, что все даже, все кишащие вот эти, да, все вот комары, мухи, оводы, насекомые, то есть, да, все. Это когда Бог сотворил, это было все написано хорошо. А хорошо это значит все доброе, благое, красивое, прекрасное, счастливое, полезное, приятное, желаемое. Сейчас скажи, что комары желаемые. Или оводы. Вот. А тогда было не так. Поэтому все поражено грехом. И мы, помните, в субботу разбирали, да, что все творение, вся тварь с надеждой ожидает откровения сынов Божьих, да. Вот. То есть, все стянает от греха. И животные мучаются, все мучается. Все поражено грехом. Слава Господу Спасителю, который восстановит все и будет все прекрасно. Даша Улья. Так, ну и сегодня, значит, наши стихи. И сказал Бог, вот, я вам, я дал вам всякую траву, сеющую семя, какая есть на всей земле, и всякое дерево, у которого плод древесный, сеющие семя, вам сие будет в пищу. А всем зверям земным, и всем птицам небесным, и всякому присмыкающемуся по земле, в котором душа живая, дал я всю зелень травную в пищу. И стало так, и увидел Бог все, что Он создал, и вот хорошо весьма. И был вечер, и было утро, день шестой. Так, 29 стих. И сказал Бог, то есть сказал, говорил, провозгласил, да, возвестил, вот. Итак, сказал Бог, сказал слово свое, да, сказал, проговорил. Дал вам всякую траву, зелень трава злаки, сеющую семя, какая есть на земле, так, на всей земле. То есть по всей поверхности земли, вот так вот здесь в оригинале. И всякое дерево, у которого плод, древесный, сеющий семя, семена, вам будет в пищу. И всем зверям земным, и всем птицам летающие, крылатые, вот здесь крылатые птицы, видите, небесные, и всякому присмыкающемуся, так, душа живая, дал я всю зелень, трава злаки, в пищу, а всем зверям земным, и всем птицам небесным, и всякому присмыкающемуся по земле, в котором душа живая, дал я всю зелень травную в пищу. И стало так, аминь. То есть раньше животные не ели друг друга, волки не ели животных, да? Да, и волк тоже, да? И волк, и собаки. Рядом. И увидел, то есть видеть, смотреть, рассмотреть, обозревать. То есть Господь все это увидел, рассмотрел все, что Он создал, то есть производил, приготовил, совершал. И знаете, смотрите, слово создал, у него еще значение совершать и исполнять. Видите, как интересно? Он создал, то есть Он произвел, Он приготавливает, Он совершает, Он исполняет, Он работает. Все вот это слово создал означает. То есть и сделал, и производит, приготовляет, совершает и исполняет. Все слово создал означает. И вот хорошо, то есть добрый, благое, красивый, прекрасный, благополучный. Это все это доброе, благое, красивое, прекрасное, благополучное. Увидел Бог все это, рассмотрел, обозрел все, что Он создал, да, весьма. И вот хорошо, то есть хороший, добрый, благой, все это благое, доброе, да, весьма, весьма чрезвычайно, смотрите, безмерно. Это, смотрите, как интересно, это доброе, вот это все доброе и благое, и красивое, безмерно. Меры нет. Совершенно. Да, вот, то есть вот это доброе, красивое, прекрасное, благополучное, счастливое, полезное, приятное, желаемое, и это все весьма, то есть чрезвычайно, безмерно, это все безмерно. И был вечер, и было утро, день шестой. Есть ссылка, именно эти же слова, прям вот эти два слова создал хорошо, есть в Еремии только. Еремия 26, 14. А что до меня, вот я в ваших руках, делайте со мной, что в глазах ваших покажется хорошим и справедливым. То есть это хорошее, еще и видеть справедливым, здесь вот как в сочетании. То есть добрым, благим, красивым, прекрасным, да. И увидел Бог все, что Он создал, и вот все хорошо весьма. То есть все совершенно, все бесконечно благо, бесконечное благо. Вот так Он сотворил. Слава Ему, хвала, прекрасный Бог. Да. Что, вторую главу, да? Так совершены небо и земля, и все воинство их, и совершил Бог к седьмому дню дела свои, которые Он делал, и почил день седьмый от всех дел своих, которые делал. И благословил Бог седьмой день, и осветил его, ибо вонный почил от всех дел своих, которые Бог творил и созидал. Вот происхождение неба и земли при сотворении их, и в то время, когда Господь Бог создал землю и небо. Еще раз. Вот происхождение неба и земли при сотворении их, в то время, когда Господь Бог создал землю и небо. Видите, тут такое, в то время. Вот то есть когда Он сотворил, вот так все было. И всякий полевой кустарник, которого еще не было на земле, и всякую полевую траву, которая еще не росла, ибо Господь Бог не посылал дождя на землю, и не было человека для возделывания земли. Но пар поднимался с земли и орошал все лицо земли. Итак, седьмому дню, это вторая глава, начало второй главы, говорится о субботе. Итак, совершены небо и земля, это значит закончены, и все воинство их. Итак, совершены небо и земля, и все воинство их. А вот здесь давайте-ка разберем, что за воинство их. Армия, войско, ополчение, служение, служба. Вот разберем. Воинство. Это что, звезды или ангелы? Посмотрим, да? Так, ну здесь все связано с воинством. Ополчение, воинство. То есть это что? Давайте разберем. Итак, субботний покой Господа – прообраз покоя верующих в совершенном деле спасения. Итак, это прообраз, что мы войдем в вечный покой, да? Совершенное дело будет спасение. Вот оно совершится до конца, да? И мы будем в полном покое вечном, да? Итак, армия, войско, воинство, ополчение, служение, служба, военное, религиозное. Вот Исайя 45, 12. Я создал землю и сотворил на ней человека. Я, мои руки распростерли небеса, и всему воинству их дал закон я. Аминь. Все это звезды, солнце, луна, все, что служит, все, что служит как бы для человека, для земли, да? Для Бога. Аминь. Все, теперь понятно, что это означает звезды. А сейчас мы откроем. Сейчас мы откроем. Исайя 45, 12. И разберем с 11. Так говорит Господь Святой Израиле и Создатель Его. Вы спрашиваете меня о будущем сыновей моих и хотите мне указывать в деле рук моих. Я создал землю и сотворил на ней человека. Мои руки распростерли небеса, и всему воинству их дал закон я. Ну, допустим, новый русский, вот, так было завершено сотворение неба и земли, и всего, что есть и обитает там. Дальше кулаковых, так были созданы небо, земля, и все, что в красе своей наполняло их. Потом другие, и так сотворение земли, неба, и всего, что на них было закончено. Следующий, и так сотворение земли, неба, и всего, что на них было закончено, то же самое. Вот много-много украшения в основном пишут, везде написано, точнее, и совершаться небо, и земля, и все украшения. Да, ну все, получается, звезды, звезды, солнце, луна, это все украшения, да? Украшения это все, и даже не только украшения, да? Да, то есть это еще и, ну, солнце светит на землю, и получается жизнь, да, движение, рост, да? Например, той же травы там, и мы без света не можем, солнечного, да? Бытие же там, все вот эти светила небесные для, ну, для определенного смысла, для произведения знамений, времен, годов. Да, все имеет какой-то смысл. Да, и причем это совершенно все, то есть добро бесконечное, красота, да, благо и красота, благо и красота бесконечное. Дальше. И сотворил Бог к седьмому дню дела свои. Совершил и совершил, то есть закончил. К седьмому дню дела свои. Занятие, профессия, служение, спотак. Дела. Вот, дела свои. Это было Божье дело. Вот это было Божье дело. И к седьмому дню Он все свои дела совершил и почил. Вот слово почил – это прекращаться, останавливаться, покоиться, почивать, праздновать субботу. То есть прекратил, завершил, остановился и покоился. Вот слово покоился, почил, покоился, да? В день седьмой. Так вот он, день седьмой. Суббота. Суббота. Праздновать субботу. Вот он праздник. Больше всего праздников, между прочим, это у нас. Каждую неделю праздник. Каждую субботу праздновать. И благословил Бог седьмой день и осветил его. Ибо вонный почил от всех дел. Дел – это работа, знания, профессия, служение. Смотрите, тут даже профессия говорится, видите? То есть работать на работе не надо в этот день. Видите, тут даже профессия стоит. Профессия, служение, служба, работа, занятия. Итак, и благословил Бог седьмой день и осветил его. Ибо вонный почил от всех дел своих, которые Бог творил, создавал и созидал. Видите, тут и творил, и созидал. Делать, производить, приготовить. А здесь сотворить, творить, создавать. Итак, первое слово творил, там создавал, да? Творил. И созидал, то есть делать, производить, приготовить, совершать, исполнять, заниматься, работать. Вот, созидать. Созидать. Это делать, совершать. Это все совершать, да? Исполнять. И вот мне интересно здесь слово. Ну, вам, если какое-то слово интересно, вы скажите. Мне вот интересно осветил. Седьмой день осветил. Сто пятьдесят три места списаний. Будем смотреть бегло. Так, осветил народ, должны осветить себя. Священники же, приближающиеся к Господу, должны осветить себя, чтобы не поразил их Господь. Интересно. Посмотрим, что значит осветить себя. Исход девятнадцать двадцать два. Ух ты, как тут интересно. Это глава, когда Господь говорил, зайди на Синай, извините, на гору Синай. Прочитаем исход девятнадцатую, да? В третий месяц по исходе сынов Израиля из земли египетской, в самый день Новолуния, пришли они в пустыню Синайскую. И двинулись они из Рефидима и пришли в пустыню Синайскую. И расположились там станом в пустыне. И расположился там Израиль станом против горы. То есть напротив, да? Моисей взошел к Богу на гору и возвал к нему Господь с горы, говоря, так скажи дому Израилеву и возвести сынам Израилевым. Вы видели, что я сделал египтянам, и как я носил вас, как бы на орлиных крыльях, и принес вас к себе. Знаете, какой красивый образ. Он нес их, как бы на орлиных крыльях. А как нес? Море перед ними разверзлось, да? Ну, как сказать, раскрылось, да? И они по суше прошли. Вот как бы на крыльях. Вот это забота Божья, да? Вот когда в нашей жизни какую-то мы видим сверхъестественную Божью заботу, да? Видим Его какие-то действия, дела, да? Это Он как бы на крыльях нас несет к себе. Интересно, да? К себе. Итак, если вы будете слушаться глаза моего и соблюдать завет мой, то будете моим уделом из всех народов, ибо моя вся земля. А вы будете у меня царством священников и народом святым. Вот слова, которые ты скажешь сынам Израилевым. Вот, пожалуйста. Смотрите. Господь хотел... Это еще раз подтверждает, что мы уже разбирали, да? Господь хотел, чтобы народ Божий, израильский, чтобы они были народом святым, царством священников. Вот слова, которые ты скажешься нам Израилевым. Вот. То есть скажи Моисею, да? Ой, скажи народу Моисей. А вы будете у меня царством священников и народом святым. Вы, говорит, будете у меня. Смотрите, Бог что говорит. И пришел Моисей и созвал старейшим народа и предложил им все сии слова, которые заповедовал ему Господь. И весь народ отвечал единогласно, говоря, все это сказал Господь исполним. И донес Моисей слова народа Господу. Видите? Весь народ отвечал единогласно, говоря, все, что сказал Господь, исполним. А вот еще раз, что Господь сказал? Смотрите. Вот повнимательнее вот здесь, смотрите. Если вы будете слушаться глазом Моего и соблюдать завет Мой, то будете Моим уделом из всех народов, ибо Моя вся земля. А вы будете у Меня царством священников и народом взятым, ой, святым. Вот слова, которые ты скажешься нам Израилевым. То есть Он их принес как бы к себе на орлиных крыльях, да? Как бы на орлиных крыльях принес к себе народ, да? И Он говорит, если вы будете слушаться глазом Моего и соблюдать завет Мой, что это значит? Бог же не меняется, это же слова к нам относятся. Если тогда на Сион, то сейчас, ой, если тогда на Синаю восходили, то сейчас на Сион. И Он говорит те же слова, чтобы вы были народом святым, царственным священством, так? Что они должны были понять? Они должны были понять, что если, да, что сами они ничего не могут. То есть если Господь сказал, Он это и заделает. Он же тут говорит, что Он их из Египта как бы на орлиных крыльях принес к себе. Они же видели эти чудеса. Значит, они понимают, если они желанные Богу, то значит, если Он это говорит, значит, Он это и сделает, да? Ну скажите, но у нас же тоже было так вначале. Господи, как же я могу это сделать, да? Были же моменты такие? Я не могу. То есть какой-то грех, он был сильнее, да? Какое-то желание было сильнее тебя, да? Но когда мы обращались к Господу, происходило чудо. Не нашу силу, а Его. И вот так Он нас учит и учил доверять Ему, что Он своей творческой силой, вот этой творческой силой, которую Он все сотворил по слову, Он соделает и нас святыми. А нам нужно что делать? Слушаться глаза моего, голоса Его. Слушаться голоса Его. Это глаза. Глаза. Завет. Завет, договор, союз. Соблюдать. Ага, вот смотрите, какое слово первое стоит. Хранить. Хранить. А соблюдение это происходит уже от Господа в нас. Мы храним, помним, запоминаем, вспоминаем, как бы это оберегаем, да? Чтобы мы не забыли про это. Постоянно в уме держим, да? А уже соблюдать, ну, это уже сверхъестественно Бог делает в нас. Наше дело хранить завет. То есть заповеди Его, Слово Его, да? И если, говорит, и если вы будете, вот если, Слово, если вы будете слушаться глаза моего и соблюдать завет мой, то будете моим уделом. То есть собственностью Его. Смотрите, как интересно. Собственностью Его. Мы когда про раба говорили, про рабов по Иова, помните, откровение было нам? Когда народ израильский, как Бог им сказал, делает, да, рабов покупал, и когда рабы отрабатывали это время, да, определенное. И если раб любил Господина и говорил, ну, и не хотел оставлять его, и любил жену, там, семью, которую у Господина, да, у него появилась, да, семья. Ну, если у него была там уже семья, да, и если он любит Господина и семью свою, то он делает решение сам, да, и остается по любви у этого Господина. И тогда Господин прокалывает ему ухо. И вот это вот проколоть ухо, это, ну, слышать, да, мы разбирали, да, что это слышать Бога. И вот смотрите, если вы будете слушаться глаза моего и соблюдать завет моего, то будете моим уделом. Уделом – это собственность. Это то есть Его, Его раб, Его, Его собственность. Представьте, что такое быть собственностью Бога. Да это вообще сатана даже обонять не сможет рядом, правильно? Даже смотреть и рассматривать собственность Божию, да? Ну, это я так вот, что настолько собственность Божия – это полная защита, покой, доверие, надежность навсегда и добро бесконечное, да? Так, если вы будете слушаться глаза моего и соблюдать завет мой, то будете моим уделом из всех народов, ибо моя вся земля. То есть из всех народов и племен. То есть вы будете моим уделом из всех народов. Это значит, вы мой, ну, как вот можно сказать в наше время, остаток мой. Но ничто не поменялось. То же самое для нас призыв. Если вы, то есть мы, будем слушаться глаза Его и соблюдать завет Его, то есть хранить. А вы будете у меня, то есть смотрите, он говорит, то будете моим уделом из всех народов, ибо моя земля. То есть вот, как будто как раб, да? Все вот навсегда, навсегда раб Божий. А он вот так говорит, а вы будете у меня царством священников. То есть вы не только рабы, вы царство священников и народом святым. Есть вот царство Божие, царство небесное, а это будете у меня царством священников. Видите, как интересно, у него царство у Бога, и там царством священников. То есть вот на земле царством священников и на небе, да? На земле, как и на небе. И народом святым. Вот слова, которые-то скажутся нам Израилем. И пришел Моисей, и созвал старейшего народа, и предложил им все сии слова, которые заповедовал ему Господь. И весь народ отвечал единогласно, говоря, все, что сказал Господь, исполним. И донес Моисей слова народа Господа. Вот мы сейчас вот раскрыли, да, немножко, как можно это сказать исполним. Исполним завет, исполним, будем святыми, да? Это что, удивительно, а ведь мы тоже раньше не понимали, да? Что наша задача – это хранить, хранить заповеди его, хранить Слово его. И сказал Господь Моисею, вот я приду к тебе в густом облаке, дабы слышал народ, как я буду говорить с тобой, и поверил тебе навсегда. И Моисей объявил слова народа Господу. Смотрите, какие тут интересные слова. «И сказал Господь Моисею, вот я приду к тебе в густом облаке». Мы знаем, почему, да? Почему? Потому что если бы он был не в облаке, никто бы не выжил, да. И вот оно, наше тут следующее слово. «И сказал Господь Моисею, пойди к народу и освяти его сегодня». То есть получается, иначе они умрут, да? Вот теперь давайте разберемся, что значит «освяти». Вот это наше слово, которое, да, сегодня. «Освети». То есть осветил день мы в бытие сейчас. Мы вот это разбираем. Вот это слово «освети», что это означает? Итак, «освети». «Быть святым», «освящаться», «светиться», «святость». «Освети его сегодня» и «завтра», «пусть вымоют одежды свои». Смотрите, как мы должны на собрание приходить, да, получается. Святой день. Приготовиться. Мы должны приготавливаться к субботнему дню. Давайте разберемся дальше. Итак, «пусть вымоют одежды свои, чтобы быть готовыми к третьему дню, ибо в третий день сойдет Господь перед глазами всего народа на гору Синай». Тут, конечно, можно в символы туда углубиться еще, да, почему третий день и так далее. Но сейчас это не наша задача. Итак, чтобы быть готовыми к третьему дню, то есть чтобы быть готовыми к встрече с Господом, к встрече с Господом. «Ибо в третий день сойдет Господь перед глазами всего народа на гору Синай». А как он сошел, мы знаем. Были что? Громы, молнии, да? Сошел, но не делает не все горы силы. Звук трудный. Моисий говорил, и Бог отвечал. Аминь. Это 16 стих, да, ты читаешь? Хорошо. Вот. А мы еще пока в этом. Ну и вот тоже. И 16 тоже. Итак, мы в 12-м пока еще. Итак, нужно приготовиться народу, да? Осветиться. И вот это освящение. Итак, «омыть одежды», «приготовиться». 11 стих. «Чтобы быть готовыми к третьему дню, ибо в третий день сойдет Господь перед глазами всего народа». На гору Синай. И проведи для народа черту со всех сторон. И скажи, берегись восходить на гору и прикасаться к подошве ее. Всякий, кто прикоснется горе, предан будет смерти. «Рука, да не прикоснется к нему, а пусть побьют его камнями, или застрелят стрелою скот, или той, или человек, да не останется в живых. Во время протяжного трубного звука могут они взойти на гору». Ух ты, как интересно. Вот если вот просто с высоты птичьего полета смотреть, да, вот просто поверхностно. Смотрите здесь, как интересно. Значит, нужно осветиться народу, да? Приготовиться. «Омыть одежды свои». «Очертить гору со всех сторон чертою, да?» И за эту черту нельзя переходить, да? А кто, если перейдет, будет убит, предан будет смерти. «Рука, да не прикоснется к нему, то есть как? То есть не руками убивать, а пусть побьют его камнями, или застрелят стрелою. Скот ли то, или человек, да не останется в живых. Во время протяжного трубного звука могут они взойти на гору». Во время протяжного трубного звука могут они взойти на гору. Это же просто удивительно. Трубный звук. Это голос Бога, да? Это весть. Скажите, сейчас трубы звучат? Так на какую нам гору сейчас уже можно входить? На Сион. «И сошел Моисей из горы к народу и осветил народ, и они вымыли одежду свою». Одежда, мы понимаем, что это праведность, да? «Вымыли, как мы моем одежды, если они запачканные грехом? Исповедуемся, да, и кровь Христа омывает нас, да? То есть одежды наши, характер наш. «И сказал народу, будьте готовы к третьему дню, не прикасайтесь к женам». Итак, помните, тема была, там Наталья говорила, что в субботу можно, да, с женами там спать, помнишь? Ну, в смысле, мужья с женами быть вместе. То здесь мы видим, как осветиться, приготовиться. «Не прикасайтесь к женам», написано. Мы должны понимать, что это вот «осветиться» – это тот же слово «осветил день этот Господь», да? От всех дел, да? «На третий день при наступлении утра были громы и молнии, и густое облако над горою». Вот с 16 стиха начинается, да, это Богоявление. «Громы и молнии, густое облако над горою, и трубный звук весьма сильный, и вострепетал весь народ, бывший в стане. И вывел Моисей народ из стана, в сретении Богу, и стали у подошвы горы. Гора же сена, и вся дымилась от того, что Господь сошел на нее в огне. И восходил от нее дым, как дым из печи, и вся гора сильно колебалась. Итак, «Господь сошел на нее в огне, и восходил от нее дым, как дым из печи, и вся гора сильно колебалась». «Колебалась» – это вот слово означает трепетать, содрогаться, пугаться, приводить в страх. Вот это слово «колебалась». Видите, какое здесь Богоявление было, да? «Господь сошел в огне». 19 стих. «И звук трубный становился сильнее и сильнее». Ну, это же прямо книга Откровения здесь. Там и первый ангел вострубил, да? И второй ангел вострубил. То есть первая эта весть, она так же и действует, ну, так же она и есть, да? Только идет усиление, потом еще весть, потом еще весть, да? Вот, еще труба. Смотрите, как интересно, это усиление Глаза Божьего, как бы вести его, да? И вот здесь тоже мы это видим. «И звук трубный становился сильнее и сильнее». Смотрите, прям вот, прям вот усиленное слово. «Сильнее» и второе слово «крепость» весьма сил, сила. То есть весьма сильно трубит. Звук этот трубный, весьма сильный. «И Моисей говорил, и Бог отвечал ему голосом. И сошел Господь на гору Синай, на вершину горы. И призвал Господь Моисея на вершину горы, и взошел Моисей. И сказал Господь Моисею, сойди и подтверди народу, чтобы он не порывался к Господу видеть его, и чтобы не пали многие из него. Священники же, приближающиеся к Господу, должны осветить себя, чтобы не поразил их Господь. «И сказал Моисей Господу, не может народ зайти на гору Синай, потому что ты предостерег нас, сказав, проведи черту вокруг горы, и освети ее, и освети ее гору». Гору осветил. То есть он как бы отделил чертою и осветил гору. Все. Смотрите, как интересно. «И Господь сказал ему, пойди, сойди, потом взойди ты и с тобою Аарон. А священники и народ, да не порываются восходить к Господу, чтобы не поразил их. И сошел Моисей к народу и пересказал ему». Знаете, такое ощущение, что они не осветились. Он говорит, пусть священники осветят себя. Да, там же в начале же было написано, что во время трубного зова они могут зайти. А сейчас не поразил и не порываются. То есть Господь уже видел, что они не готовы. Они не готовы. Они не готовы взойти на Сион. Один только Моисей. Но сначала-то Моисей входил. Можно сказать, Аарон – это как тоже остаток, да? И с тобой Аарон. Он же первосвященник. Давайте еще раз вот здесь. А священники же приближающиеся, то есть приближаться, подходить к Богу, да? К Господу. Должны осветить себя, то есть быть святым, проявлять святость. Это слово означает. Проявлять святость. Посвящать, то есть посвящаться, быть посвященным Господу. Вот они, священники. Они посвященные Господу должны быть. Проявлять святость, светить, быть посвященными. Вести себя свято. Вот священники. И сказал Моисей Господу, не может народ взойти. Моисей сказал, не может народ взойти. А потому что они не исполнили то, что Господь сказал. Они не осветились. Они не оставили то, что Господь сказал сделать. Не осветили одежды свои. Не омыли. Непонятно, почему. Потому что он говорит, потому что ты предостерег нас, сказав, проведи черту вокруг горы и освети ее. Поэтому боятся. Ну да, но он же сказал, что когда будет труба, то есть сначала вы приготовьтесь три дня. За три дня приготовьтесь, да? Омойте одежды свои. А тут мы видим, что они не взошли. Мы же видим? Ну-ка давай еще раз прочитаем. А нет, подождите. Ну-ка, 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 ну-ка. Так, вот тут он говорит, значит, про черту, да? Значит, во время протяжного трубного звука могут они взойти на гору. И сошел Моисей с горы к народу, и осветил народ, осветил народ. И они вымыли одежду свою. И сказал народу, будьте готовы к третьему дню, не прикасайтесь к женам. Все, вот он осветил их, омыл одежды их, и говорит, к женам не прикасайтесь, все, будьте готовы. На третий день при наступлении утра были громы, и молнии, и густое облако над горой, и трубный звук весьма сильный, и вострепетал народ, весь народ, бывший в стане. Все, они испугались. Они были, получается, их Моисей приготовил, но они испугались. Так? И вывел Моисей народ из стана в сретение Богу, и стали у подошвы горы. Смотрите, а мы в сретении с Господом будем. То есть это вот близко к Господу, да, то есть чтобы соединиться с Богом. Он привел народ, вывел народ, вывел. Это же прообраз Иисуса Христа, да? Моисей вывел народ, омыл, очистил одежды, да? И вывел Моисей народ из стана в сретение, то есть напротив, навстречу. Сретение – это навстречу Богу. И стали у подошвы горы. Вот они встали. Вот они встали у этой границы, ждали встречу с Господом. Представляете? Гора же сена вся дымилась от того, что Господь сошел на нее в огне, и восходил от нее дым, как дым из печи. И вся гора сильно колебалась. И вся гора сильно колебалась. И звук трубный становился сильнее и сильнее. Вот он. Когда, говорит, будет звук трубный, да, можете взойти. И вот он, звук, сильнее и сильнее. То есть такое ощущение, что восходите, да? Звук становился все сильнее и сильнее. Моисей говорил, и Бог отвечал ему голосом. Знаете, все видели, слышали это, да? И сошел Господь на гору Синай, на вершину горы, и призвал Господь Моисея. На вершину горы взошел Моисей и сказал Господь Моисею, сойди и подтверди народу, чтобы он не порывался к Господу видеть его, чтобы не пали многие из него. Священники же, приближающиеся к Господу, должны осветить себя, чтобы не поразил их Господь. Смотри, опять про освящение. Но он же их вроде как очистил, омыл. А тут опять освящение. Почему нужно опять освящение? Значит, получается, смотрите, если смотреть как святилище, да? Ну, во Христе входим, во Святое, да? Там исповедание наших грехов. Исповедуются, да? Год, ну там, если по праздникам смотреть, да? И раз в год Юн-Кипур. То есть, изглаживание грехов, так? От Израиля. Вот такое ощущение, что осветились, это как во Святое, да, войти? То есть, покаялись мы. Христос нас омыл, очистил. И когда трубный звук, должны восходить. А священники же, а что Господь выше сказал? Что вы царством священников будете. Итак, царственное священство – это святые, народ взятый в удел. Это те, у которых заповеди прописаны в сердце, да? Да? И вот это вот осветить себя – это изглаживание грехов. Ну, второй раз раз написано. Ну, если судя по осветилищу. Вот я думаю, что, как вариант, тут, по сути, народ проявил неверие. Потому что сказано же было, когда прозвучит звук трубы, тогда можете взойти. А тут Моисей говорит, не может народ взойти, потому что ты сказал, проведи черту вокруг горы и освети ее. Испугались. Да, потому что они не поверили словам Божьим, что когда во время трубы, тогда можете зайти. Испугались, проявили неверие, то по сути-то согрешили. Раз что не поверят, то грех. Понятно? Они же вначале сказали, что Господь сказал нам, то сделаем. Это же все в этой главе. Да. То есть, они сказали, да, мы сделаем. Вот, а как бы они, если они проявили такое неверие, вы поражены? Если мы смотрим как на святилище, ну, то есть, как Христос в святилище, да, то здесь можно вот увидеть, как бы два, осветиться два раза. То есть, получается, первое, это наше, когда мы пришли к Господу, покаялись, да, а второе, это изглаживание грехов. Это уже священники, уже святые, осветить себя. То есть, это уже священники, то есть, они уже посвящены Богу. Его собственность, да, как мы выше читали. И главное еще смотри, священники же, приближающиеся к Господу, то есть, священники, которые к Господу приближаются, должны осветить себя. Так мы желаем же вот этого освящения, характера нашего? Ой, как желаем, да? Господь нелицеприятный. И это я к чему говорю, что если мы считаем себя посвященными Богу, а сами как бы, ну, не освящаемся, то, говорит, смотрите, что здесь написано. Чтобы не поразил их Господь. Священников. Тут про священников говорится. То есть, священников поразит он может, поразить может. Видишь, еще одно освящение. То есть, первое освящение, когда мы к Господу приходим, да, там сверхъестественно просто Господь убирает у тебя вот эти желания, там, грехи вот эти, которые явные, да. Остается освящение, это характер. И поэтому, когда уже священники, приближающие Господу, приближающиеся к Господу, они уже должны получать... Изглаживание грехов, это есть характер святой. И тогда Господь не поразит, видите? А Моисей говорит, не может народ зайти на гору Синай. То есть, он видит, слышал и так далее, да, что не могут они. Вот что они боятся, трепещут в страхе. И сказали, похоже, иди ты, Моисей, да, как мы знаем, да, из Писания. Иди ты, а нам будешь передавать слова, да, Бога. Поэтому народ выбрал не сам лично слушать Бога, не самим лично приблизиться, когда трубы звучат, а выбрали через Моисея общаться, через посредника. С другой стороны, Моисей – это прообраз Христа, и через Моисея, как бы они, как бы, как... Ну, через Христа мы, как бы, к Господу приходим, да, к Богу. И сказал Моисей Господу, не может народ зайти на гору Синай, потому что ты предостерег нас, сказав, проведи черту, означает граница, полагать предел, устанавливать пределы и границы вокруг горы, и освети ее, то есть гору, да, получается так. И вот это, смотрите, слово «освети», «осветить» – это то же самое, что «освети ее», то есть гору, то же самое слово стоит, и осветить священники, чтобы осветили себя. Будьте святы, как я свят, да? И вот это «будьте» – такое ощущение, можно вот так подумать. «Будь святой», ты скажешь. «Да, конечно, хорошо, Господи, буду». Или вот так, или с другой стороны, «будьте святы». То есть это он как будто говорит слово творческое, а мы должны это принять верою. «Господи, да будет нам по слову Твоему». Вот оно праведность по вере. Когда мы верим, что он говорит «будьте святы», мы говорим «Господи, да будет нам по слову Твоему». То же слово, которое все сотворило и содержит все. Этот же Бог, это же слово его говорит нам «будьте святы». «Да, Господи, да будет нам по слову Твоему». Аминь. И вот эту черту – это граница. Помните, мы в прошлый раз разбирали по Иова? Граница морям, да? Положил границы морям. Ну и в бытие тоже. Да, до сели дойдешь и не перейдешь. Вот они, граница. Все, Бог сказал, и так есть. Так и здесь. Это граница, и гора освященная. То есть вот она, черта. И самое интересное, что мы разбираем сегодня, субботу, день седьмой. Бог осветил этот день. Вы понимаете, что это такое? Если на эту гору, которую осветил Бог, люди боялись черту перейти, то тут Господь про субботу говорит. По милости Божьей мы еще вообще все живые, как мы к субботе относимся. Мы должны еще приготовиться к субботе. То есть помолиться, покаяться, исповедаться, да? Чтобы Господь омыл наши одежды, нас осветил, приготовил нас к субботе. К этому святому дню, к этой святой горе. И что же нам Господь там будет говорить, да? Какие же действия Он будет производить? То есть если мы с такой верою приходим, что же Он будет производить сегодня со мной, с таким прекрасным, ну, надеждой такой, да? И желанием, и жаждой, потому что Господь все, что делает, это все прекрасно. И ожидать, что же Он будет сегодня делать со мной. Освящать будет. Потому что это день освященный. Он освящает субботу. Он осветил субботу, и мы приготовляемся. И происходит как будто второе вот священники освящение. Как освящение, еще двойное благословение. Мы тоже. Ну, по-моему, там помадь, помадь небесная, то что надо. А, вдвойне. Да, вдвойне. Да, и в пятницу вдвойне будет. Угу. Так, вдвойне. То есть освящение, двойное благословение. Угу. А хлеб это что? Это тело Христа. То есть это слово. Про ману мы читали. Это хлеб, сшедший с небес. Это Христос. Прообраз Христа. Да. Вот. И кто собирает, то в пятницу, получается, приготовливает больше. И это не гниет. Ну, помнишь, как тогда это? Заготавливает. Заготавливает, да. Да. Субботу, чтобы считалась работа, чтобы не работать, двойная норма. Да. А если это пытались впрок собрать в другие дни, то превращалось все в черви, да? Заводились черви. Вот интересно, да? Это как просвятость вот здесь, да? Вот такое ощущение, что вот это святое, это вот то, где черви не заведутся. Это его. И вот вначале, давайте еще раз прочитаем вначале, какой он гвоздь забивает. Да? Итак. В третий месяц по исходе сынов Израиля из земли египетской. То есть три месяца прошло всего лишь, как они вышли из Египта. Три месяца прошло. В самый день новолуния, то есть когда ночь темная, да? Когда получается луна маленькая, новолуния. Не полнолуния, а новолуния. Пришли они в пустыню Синайскую. И двинулись они из Рефидима и пришли в пустыню Синайскую и расположились там с Таном пустыни. И расположился там Израиль с Таном против горы. Моисей взошел к Богу на гору и возвал к нему Господь с горы, говоря, так скажи дома Иаковлеву и возвести сынам Израилевым. Вот. Читаем. Вы видели, что я сделал египтянам? И как я носил вас, как бы на орлиных крыльях, и принес вас к себе. Смотрите, этой горы нет в Египте. Он привел к себе вот это место, там, где Он обитает и там, где хочет быть с нами. К себе привел. Там взял, как бы на орлиных крыльях принес к себе. Итак, если вы будете слушаться глаза моего и соблюдать завет мой, то будете моим уделом из всех народов, ибо моя вся земля. И вы будете у меня царством священников. Вот смотри, первый раз осветились. Вот. Если вы будете слушаться, да, соблюдать. Вот. И вы будете у меня царством священников. То есть идет уже, как бы еще какой-то, да, порог. Ну, даже, ну, высота еще одна, да. Как бы вот так скажем. Итак, если вы будете слушаться глаза моего и соблюдать завет мой, то будете моим уделом из всех народов. Моим уделом из всех народов, ибо моя земля. То есть все. Вот если, вот вы будете вот такие вот отделенные мои, да, вот, и вы будете у меня царством священников. То есть это будет царство священников. То есть он хочет, чтобы из народа были все священниками. И там мы видим два раза освящение. И священники, говорит, которые приближаются ко мне. Вот. Итак, возвращаемся в наше бытие. Вторую главу. И еще раз читаем. Так совершены небо и земля, и все воинство их. И сотворил Бог к седьмому дню дела свои, которые он делал. И почил в день седьмый от всех дел своих, которые делал. И благословил Бог в седьмой день, и осветил его. Это как вот эту гору осветил, да? Этот день он осветил как вот эту гору. То есть как вот черту провел. Что вот, вы должны приготовиться, то есть очиститься, да? Осветиться, омыть одежды свои, чтобы ступить на гору в субботу, да? Ну, войти в субботу. Ибо в онный почил от всех дел своих, которые Бог творил и созидал. Итак, он осветил именно этот день. И в этот день мы тоже знаем, что он освящает. То есть он соделывает нас в царственное священство. Он это делает. А мы что должны делать? Хранить его слово, заповеди. Хранить. Вот он сказал, как нам нужно хранить субботу. Еще хранить субботу нам нужно. То есть помнить, хранить ее. Слава Господу. И это как гора восхождения на Синай. Не могут взойти. А когда восходить можно? Вот мы освящаемся, получается. Субботу храним, да? Чтим. Когда восходить на гору? Когда будут трубы? Когда трубит труба? А мы знаем, что уже трубы трубят. В книге Откровения, да? Шесть труб уже протрубили. При седьмой трубе уже будет что? Восхищение, да? То есть уже шесть труб. Семь печати снято и шесть труб. Мы уже вот-вот. Нам нужно восходить на эту гору. Нам нужно слышать голос Божий. Нам нужно посвятиться по любви Господу полностью. Очиститься, осветиться, приготовиться. Быть Его царственным священством. А как мы это будем? Храним и верим. Храним и верим. А вера у нас откуда? От слышания Слова Божьего. От того, что мы вместе вот собираемся и напоминаем друг другу о Слове Божьем, да? Говорим Слово Божье. Изучаем, вот как мы сейчас копаем это Слово. Это самое лучшее откровение, которое мы сами копаем. Аминь. Не от кого-то услышали. А когда вот мы сели и разбираем с молитвой, да? Слава Господу. Так вот нам Господь сегодня что показывает? Что этот седьмой день Он осветил. Потому что в этот день Его присутствие. Ну на горе Его же присутствие было. Почему Он осветил? Потому что на этой горе Он общался с Моисеем. И Он хотел быть близко с народом Божьим. С царственным священством. Чтобы что сделать? Закон и положить в сердца. То есть характер, отражение. Вот этот образ вернуть, который мы потеряли. Пересотворить. Так вот Он хотел, чтобы этот народ зашел. Они не взошли. А мы теперь так не можем уже говорить Господу. Да, Господи, сделаем. А мы уже теперь как говорим? По милости Божьей. Да будет нам по слову Твоему. Аминь. Итак, суббота – это день, который Бог осветил. Это как вот черту провел. Что вот этот день особенный. В этот день я прихожу и говорю, да? Общаюсь с вами, да? В этот день я в сердца ваши вписываю заповеди. Это как гора. Слушайте, это седьмой день. Это как гора, на которую восходить надо. Там, где заповеди Бог прописывает в сердца наши. У меня такое ощущение, что все начинается. Вот это уже восхождение. Вот освящение, а потом еще освящение. Да, вот как священники осветитесь. Вот это изглаживание как раз и происходит. Вот оно, Бог вот как бы глазом своим, вестью своей, силою своей изглаживает у нас, вот меняет наши характеры. Аминь. Да, перед восхождением. Господи, спасибо Тебе, дорогой Господь, за то, что Ты открываешь нам, что это не просто день, в который мы можем так приходить и быть такими распоясанными. Прости, Господи, помилуй. Прости нам грехи наши. Прости, Господи, очисти нас, омой, освети. И уста наши очисти, Господи. И сердца полностью омой нас, Господи. Одень нас в одежды белые. Омой наши одежды, Господи. Да будет нам по слову Твоему. Бо Ты сказал, что Ты сделаешь. Да будут они царством священников. Ты сказал, да будут они, Господи. Да будет нам по слову Твоему. Драгоценный Бог, мы выбираем Тебя. Мы хотим посвятиться Тебе. Мы посвящаемся Тебе навсегда. Ибо нет ничего лучшего в жизни, чем посвятиться Тебе, иметь Бога Царя Прекрасного, Который жизнь отдал за нас, чтобы спасти нас. И Который несет нас, как бы на орлиных крыльях, по всей нашей жизни, чтобы принести нас к себе. Спасибо Тебе, Бог, за Твою любовь, за то, что Ты нам показываешь свою любовь, что Ты нас несешь к себе. Спасибо. И принес нас к себе. И хочешь, чтобы мы взошли на гору. Спасибо Тебе, Господи. За весь Твою. Да будет нам по слову Твоему. Мы хотим. Веди нас, Господи. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Получается, они в субботу не чтили, как положено. Вот 40 лет и мотались, что ли, Оль? Да. Они, получается, ну, они не поверили. Потому что вера вменяется в праведность. Оттого они и неправедные. Оттого и не могли они быть в присутствии Бога. Они страшились. Потому что они не поверили. А отсюда, конечно, и субботы. Что сделали из суббот израильский народ? Сделали то, что ненавидели все люди эти субботы. И даже и сами народ. Потому что все правило направило, правило направило. А что нам нужно? Ну вот все просто. Оставить все дела и праздновать субботу. Приготовиться к этому дню. И с любовью Господа приходить и ожидать, что же Господь будет творить. И верою понимать, принимать и верить, что Господь прописывает в сердца нам. Он в день субботний нас освящает особенным образом. Потому что прописывает в сердца наши свои законы. И видите, там никаких дел. То есть ни работы, ни дел, ничего в этот день. А иначе что там написано? Ты не сможешь взойти на гору. Вот так. А не сможешь взойти на гору, и сглаживание грехов не произойдет. То есть образ Божий Господь в тебе не сотворит. По неверию. Как это? Есть ли камень, который Господь не может поднять? Это человек, который не верит. Поэтому Бог, Он всемогущий. Но Он не может поднять человека, который не верит. И его изменить. Вот замысел Божий в чем? Что по вере, вера вменяется нам в праведность. Если мы поверим, что суббота – это особенный день. Это святой. Он осветил этот день. Бог осветил. Как вот эту гору, которая была страшная для людей. Нам нужно осветиться. Видите, Он говорит, вам нужно. Народ должен осветиться. Священники должны осветить себя. Это значит покаяться, признать свои ошибки пред Богом. Отдать все это Господу. Поверить Его Слову. То, что восхождение, освящение народа перед восхождением ассоциируется как перед пришествием Бога Иисуса Христа. То, что сначала народ же подготавливался. Его подготавливали. А потом Бог к себе призвал, чтобы зашли. Как-то ассоциируется с пришествием. Потому что к себе же Господь призовет. Ну, восхитит же. А до этого мы как-то подготавливаемся. Да, тут даже слово такое. Сретение. Сретение с Господом, с Богом. То есть к встрече с Богом. Мы же даже прочитали. Да, это для меня. Это как второе пришествие. Потому что люди будут восхищены. Господь к себе их призовет. Восходить Господу. Ну, вот это и есть сретение с Господом. Вот она, духовная гора. Вот она, святая. Вот там тоже черта. И как туда зайти? Быть освященными. И причем, видите, как два этапа. Первый раз ты осветился, как народ. А потом, как священник. Люди, получается, приготовились. Заложено. Это же слово стоит. Осветил субботу. Как осветил гору. Как осветиться людям. Священникам. Поэтому освящение происходит перед восхождением на гору. И если мы, если суббота так же освящена, как гора, то есть как наше восхождение к Господу, в общении с Ним быть. Ну, духовно я имею в виду, по вере сейчас. То нужно приготовиться. Вот мы можем приготовиться, покаяться, в субботу никакие дела не делать. Мы же это можем. А то, что мы не можем характеры наши поменять, поменяет Бог. Священники должны осветиться. Вот это вот, меня вот коснулось, что это изглаживание происходит. Уже священники должны осветить. Это вот и есть восхождение на гору. Теперь поняла, да, как мы пришли к субботу, гора и суббота, да? Через слово осветил. Да, я слышала. Вот, и это да. Это второе пришествие. Про гору Сион мы говорим. Это вот второе пришествие в сретении с Господом. Взойти на гору Сион. Кто взойдут? 144 тысячи. Тех, у которых имя Бога на челе. То есть характер Бога на челе записан. Ну, то есть в уме, в общем, образ Бога. А это как прописано. А вот через освящение вот это, нашу жизнь сейчас христианскую веру, вера, движимая любовью. Вот так мы должны жить. Наша вера должна быть движимой любовью к Господу. Если мы любим, мы верим. И происходит вот это движение на Сион. А Синай, это получается как, ну, прообраз. Вообще-то Синай, это как два завета. Ветхий завет и Новый завет, да? Синай, это Ветхий завет, это обещание людей, да, Богу. А Новый завет, это обещание Бога людям, что Он сделает, да? А еще это как два сына Авраама. Один от Агари, что означает Синай, вот как раз вот эта гора. А другой от Сары, сын обетования, это Исаак. И написано, что в обетованном, ну, сын обетования наследует царство. Сын обетования – это поверье. Поэтому мы поверье становимся все детьми Авраама. Потому что Авраам поверил Богу, и это вменилось ему в праведность. Вот так же и мы поверили, и это вменилось нам в праведность. Но нам нужно еще освящаться. И святой день есть у Бога, да? И это все наш путь освящения. Так вот, Агарь и сын ее означает плоть. Плоть я сам сделаю. Я сам, да? А сын обетования, Исаак, означает дух. Дух, то есть по вере, да? Обетование, обещание Бога. Что он, что это Бог, соделает и священниками, и пропишет в сердцах наших свои законы. Вот это завет. Завет хранить. Как хранить? Помнить, что это Бог пообещал сделать. Вот как я сейчас пример привела же, да? Что вот будь святым. Или как там, будьте святы, как Он свят, да? Ну, как Бог свят. И мы такие понимаем, Бог нам приказывает, чтобы мы были святыми. И мы такие раз, да, Господи, будем святыми. И стараемся со всех сил быть святыми. Бог же сказал. Вот так мы через это прошли все. А оказывается, сейчас Господь нам открывает. Не на сенай, чтобы мы восходили, а на сион. Это значит по духу. Это значит, что, Господи, я верую. Ты сказал, будьте святы. Да будет мне по Слову Твоему. Вот в этом смысл Нового Завета, ну, то есть Вечного Завета. Мы должны принять верою и о субботе, и Слово Его хранить, и заповедь Его хранить. Но суббота – это заповедь Божия, четвертая. Вот, хранить, помнить, и Слово Божие хранить и помнить, да? И, конечно, если мы будем хранить и помнить, то сила Божия будет в нас действовать. Тогда мы и исполним, и будем святыми. Сейчас мы веруем. Слово Божия. Продолжение следует...